Приветствую вас, и чтобы ответить на вопрос, который вы задаете, нужно немножечко проанализировать то, что вы написали. Из вашего сообщения следует, что вы очень хорошо можете налаживать связи с людьми, очень хорошо можете выстраивать с ними контакт, но при этом, видимо, эта легкость общения, которая у вас есть, вот эта вот легкость характера, которая у вас есть, она же и является главной проблемой и главной причиной, по которой вы везде свой парите и с чем звучите друг. То есть связано это с тем, что вы легко пускаете людей в свой внутренний мир, абсолютно всех людей пускаете в свой внутренний мир. Ко всем ведете себя одинаково, ко всем относитесь одинаково, всем стараетесь помочь, а всем, там, на всех реагируете одинаково, откликаетесь на всех с равной долей имперсивности, но при этом вы никого не выделяете, вы никого не выделяете своим вниманием, вы никому не даете понять, что вы относитесь к человеку немножечко по-другому, не так, как с другими, не так, как с остальными. И вот в этом кроется загвоздка. Смотрите, вам можно сделать как? Можно перестать людей допускать в свой внутренний мир вот так вот, без препятствий, как вы делаете это сейчас. А можно с тем, кто вам нравится, с тем, кто вызывает у вас эмпатию, с этими людьми, можно стараться сближаться более, ну, скажем так, более тесно, может быть, становиться более близкими и так далее. То есть тут очень многое зависит от того, собственно говоря, чего же вы хотите сами. То есть, что вам лучше будет, что вам удобнее будет. Далее. Далее вы пишете про то, что у вас спортивная фигура и неподвиженное лицо. Это, безусловно, хорошо и здорово, что у вас хорошая внешность. Но мужчины, они реагируют не на то, как это ни странно, когда женщина, он просто обладает спортивной фигурой. Мужчине нужно обратить внимание на женщину, и чтобы это произошло, нужно соответствующее поведение от женщины. И здесь очень важную роль играет образ вашего женского поведения, который, скажем так, с вами формируется на протяжении всей вашей жизни. И вот ответ на вопрос, был ли у вас образ женского поведения или не было его, вам и нужно для себя решить. Первичный образ женского поведения формируется в отношениях с мамой. То есть, для начала, прежде чем говорить о том, насколько вы привлекательны и интересны именно для мужчин, нужно подумать, разобрать, скажем так, ваши отношения с мамой. Какими они были, эти отношения с мамой? Как они складывались у вас? Как они развивались? Как они протекали? Были ли вы с мамой близки? Или, наоборот, были достаточно далеки с ней? Это тоже немаловажный вопрос. Потому что от него зависит то, по сути дела, как у вас складывался этот самый первичный образ женского поведения. Дальше. Если с мамой вы не общались, ну, вот не было как такового у вас взаимодействия с мамой, не были вы с ней близки, скажем так, то тогда нужно вам искать тот образ женского поведения, который вам больше всего отходит, который вам больше всего нравится. То есть, до сих пор вы вели себя так, как было вам, ну, наверное, наиболее удобно, как было вам, ну, наверное, приятно, как было вам естественно. Но, поскольку это вас явно не устраивает, вам хочется чего-то больше, значит, нужно менять свое поведение. И когда вы выберете для себя подходящий образ женского поведения, вы станете ему следовать. И если вы будете этому образу следовать, то несложно догадаться, что вы будете принимать какие-то моменты, вы будете принимать какие-то элементы поведения, вы будете стараться максимально быть похожи на этот образ женского поведения. И в какой-то момент у вас будет такая ситуация, такой вот конфликт, что вот вроде бы образ тот, который вам нравится изначально, а какие-то элементы поведения для вас неприемлемы. То есть вам вот что-то не устраивает, вам что-то не нравится. И тогда, если такая ситуация происходит, естественно, не нужно слепо брать все из образа. Нужно брать только то, что вам нравится, то, что соответствует вашим ценностям и взглядам. Но, если вы чувствуете, что что-то в образе вас не устраивает, то, скорее всего, это означает, что из образа вы уже выходите, и начинаете формировать свой собственный, индивидуальный образ женского поведения. Носителем образа женского поведения может быть любой человек, это может быть ваша подруга, ваши более взрослые родственники, это ваши знакомые, это какие-то знаменитости, может быть, актрисы, может быть, певицы, может быть, работники каких-то средств массовой информации, в общем, то, что вам нравится, то, что достаточно ярко проявляется во внешнем мире. очень важно, что вы подобрали соответствующих одежда, то есть, вот этот образ женского поведения, который вы выберете, он же также будет включать в себя не только поведенческие модели, но и модели имиджа, модели внешнего вида, модели одежды и так далее. Вполне вероятно, что вам придется сменить свой гардероб, вполне вероятно, что вам придется немножечко сменить свой имидж, вполне вероятно, что вам придется сменить свои движения. То есть, если до сих пор вы, например, были, может быть, такой резковатой, такой свойской, то женщины более женственные, свойственные, медленные движения, плавные движения, грация и неторопливость. Также очень важно для женщины быть слабой. Вот это вот ключевой момент в восприятии себя женщиной. Женщина есть слабое существо, и за счет своей слабости оно нуждается в мужчине. И мужчина, видя, что женщина существо слабое, на ее фоне чувствует себя сильным. И именно так зарождается отношение. Я думаю, что именно в этом ключе вам нужно двигаться. В принципе, как и сказал мой коллега, да, может быть это защитная реакция, может быть это защитная реакция, но я бы не стал в данном случае так однозначно это утверждать, потому что нет никаких намеков, даже косвенных, на то, что у вас есть основания для подобной защитной реакции. Скорее всего, это классическое поведение, которое образовалось в результате вашей жизни. Если так, то мои рекомендации вам помогут. Если у вас действительно есть какие-то моменты, происходили моменты в жизни, которые составили вас, вот, выработать себе такой защитный механизм, то тогда, я думаю, что нужно прорабатывать уже этот момент, потому что освобождение от него, от падения защитного механизма – обязательных условий для того, чтобы стать свободным. Потому что защитный механизм человека ограничено, это делать его не свободным, часто агрессивным, злым и обладающим дефицитом. Если так, то нужно двигаться в этом направлении. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы у вас остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи! Продолжение следует...